Аська у нас прорабша, контролирует. Боря инженер. А подсобни рабочие? Подсобники. Кто заказывал тяжелую артиллерию? Ну шо вы, морские котыки? Це уже не жевжики, це тюлені уже. Бачите, не б'ються сплять в милі, злагоді, любові. Пообнімались ножки, позакидували друг на друга. Чувтелі. Закривай, не буду вас тривожить, бо скажете, що потривожу. Отак лапку він витягнув, віддихає. Передавайте привет. Хай, віддихаєте. Хороша машинка маленька. На бок, ви кидаємся. Ось на цей. Ага. Ага. А как я увидел? Вот там, блин. Ахай туда трошки съедай, вот туда. Ага. Дерей. Сипуй сюда. А так, сюда, а мы б на точек выкинули. Сюда обрежаться нам. Сипуй сюда, сипуй сюда, и выкинемо сюда. Сипуй сюда, сипуй. Сипуй сюда. Сипуй сюда, сипуй. Сипуй сюда. Сипуй сюда. давай-давай-давай-давай хорош конечно здрасте а а сколько длина наверное 10 метров высокий вольт если 10 метров а ну да 5 буду вести а ну да 5 буду вести Вот сюда их кидать, а я потом поперелажу. Скидывай, да? Скидывай. А ну, Сань, подожди, нет. Просто, чтобы крестик не было. И под колеса. И под колеса, да. 63 двадцатки. И 150 бруска. Ну, он же сам посчитал, я только 3,5 куба. Ну, пів куба шалю тут. Ну да, и 3 куба. И 3 куба. Да. Осторожно. А ну, Сантика. Задний борт серый, открывайся. Да. Лучше братья так. Да. Вот это мы сейчас и придавим колеса, прижмем. Вот. А? Не. У нас 2. Так. Давай. облетаем. Вот. Давай вот эти придаванные. Ага. Не. Давай сюда. А я потом уже все поперекладу. И где шо. Может крайний давай. Такие ж, какие у меня тут берутся. У меня ж не берутся от них. Да? Ой. Давай идти. Привет. 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 Чтобы не было таки до такого, а таки. Ого. И копать таки берем. А так подальше. И везде, да? Так. Привезли брус. Брус и шалевку. Дописываем до ангара стоимость ангара. Шалевка. Ну шалевка там внизу. Шалевка двадцатка. И 10 сантиметров ширина. И брус весь 100 на 50. 10 на 5. Получается бруса 100 на 50. Три куба. И шалевки я взял пів куба. Думаю, должно хватить. Я так подсчитывал. Должно хватить. Если там вдруг что не хватит, то потом можно поїхать докупить чуть-чуть. Ну я думаю хватит. В принципе считав, что все должно хватить с головой. Это у нас брус идёт на обрешётку наверх. На ангар под профлест. А шалевка идёт на другую половину. На обрешётку на стропила. Короче, вот так. Ну дерева немало. Надо его как-то разкладывать, разлаживать. Потому что позеленее, дядя Саня каже. Ты туда идёшь, правда, до вагона? Да. Упираешь доску? Меняérie. Знаю. Хорошо. Всё от specialely. Посадить вы? Варень. Варень. По тюруму, да её нужно. Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 О, отлично! Так, теперь до вагона и до сына не я еще раз пылю Ага Ну потому что я буду сейчас даром обрывать до нового вагона то давай и сразу мне то давай я тут пару штуклюток Ага Казахстан 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 А не совпятеная должна убрать ее А вот и должна чуть-чуть ой тут нам О! Слишком вкусно О! 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 Вот так, друзья, мы выставляем, я по уровню пробиваю, дядя Саня прихватывает. У меня есть специальный уровень и вот так мы смотрим. Вот раз, идеально, смотрим на два, чуть-чуть надо надеть Саню, типа как, чуть-чуть, если нам надо чуть-чуть надеть Саню, значит мы прихватываем с этой стороны, чтобы туда потянула чуть-чуть сварка и все. И так вокруг обхватываем, смотрим, чтобы уже ничего никуда не было и тогда обхватываем уже 100%. Оттуда, Сань, хватай от себя. Прихватку хорошую. Прихватку хорошую и потянет, да, я думаю, будет средняя арифметика. Тут так. Тут так. вот так ну и поставили уже ту трубу тут у нас получается стойки идут и торцевая часть через каждые два метра то есть вот мы поставили грубо говоря через четыре там между ним еще одна и 2 штука тут оставить вот за кладушке там там видно и также надо ставить на въезде торцева стенка центральную вот центрально и и отцелось но тут центрально 5 метров от той трубы от той стойки потому что пять метров ширина ворот а та стойка та сама крайня она будет подрезаться вверх все будет уровень края и ты края вагона туда мы приварим ферму и стропильный брус будет получается той точки и прямо так идти на вагон туда опираться на брус и так идти аж сюда до кинца это же конец навеса целого вот так мы сначала ту всю сторону но я хочу там сделать понизу сначала опору для стропил и также по верху сделать полностью по всей длине опору для стропил у нас трубы стоять через каждые два метра а стропила будут стоять через метр поэтому чтобы напротив каждой трубы стропила и между ними еще тоже идти мы стропила ну а потом обрешел каш обрешетка шальовки и коли мы зробим оцю всю часть будет готова но грубо говоря стропильная система и вся обрешетка шальовка тогда мы можем переходить только на остальную часть также после того мы как ту часть сделаем сделаем торцевые ну наверное только дальний торец и потом уже будем накидывать фермы короче а так думаю фермы уже погрунтованы а так выглядят века грунту я еще погрунтовать три штуки сейчас она закрасит там четыре стойки пять труб надо закрасить и короче а так и оттуда брать брус и начинать же то есть все есть материал эти коробки ну про флиста то пока еще не мая про флиста на крышу мне надо по моим подсчетам 200 квадратов на крышу получается на цю часть и на ту часть 200 квадратов а на стены я даже не считал ну хотя пока на крышу как бы думаю поэтапного по деньгам я не пони вытянулись ну если сразу а так поэтапно сначала кровлю а потом будем определяться по стенам ну а потом уже внутри потом уже снаружи а заливку уже думаю вообще на следующий год з весны уже заливать ну то так и уже заливка на следующий год зальюшим можно было следующий вот уже коли буду в борошна мене все было готово лучше постепенно все робить потому что воно на следующий год з весны будет еще дороже ну короче а так ну а потом як мы все все зробим верхние обвязки тоди уже наймем автокран и экраном будем закидывать фермы все буй здорово это короче а так он там еще 2 фермы не докрашені а так цих все покрашені надо их монтировать в сами фундаменте то есть свои аці закладными что я робил дуже-дуже эффективно и надежно то есть держа так что можно если валять трубу с верхней точки начинуть гнуть труба погнеться тут хоть бы шо то есть дуже надежный ну таки сама закладушка надежно бетон прочный бетон за просто сказка наскільки крепучий шо десаня очищав кой до перфоратором отбивала до верхней пластины потому что нереально он так и сильный прочный бетон также у нас есть образец наша закладна ну так я ничего и не робил не пылялась вона есть надо будет и распылять просто не до цього но то короче таки вот у нас жульки пара жульки ну так на таком этапе по ангарах сама высота ангара тут а у нас 450 дальняя труба 550 ширина ангара 10 метров то есть 10 сантиметров на метр перепад ската ну а то искать той буду крутый скат крыши вот мы сейчас стоим в ангаре вот это мы сейчас в ангаре та сторона и та сторона на так все накрыем обшием и сам же потом кормовый цех ну наш вагончик в просто народе а по блатному кормоцех тоже обшием окультуром зробим фронтон тут а на одним и тоже зробим все доведем дома то есть тут а получается цех стенка ангара буду и там же ж воно фронтон выше догонится полностью а так під кришу и будет идти цельно звалуном обещеем металом стои стороны тоже обещеем бояш так в том году пленкой обшиве так воно есть а так будем металлом зашивать усы робить все чтоб буду путь а теж опять упрощение соби жизни приехала машина высыпала и уехала там поставить той же прицеп туш технику чешусь все можно загнать его ангаре поставить короче так друзья на таком этапе что тут столбы стоять показывать особой ничего так друзья привезли соевый шрот ровно 500 килограмм пив тонны мешки я таких не бачу в одном мешку вроде бы 70 килограмм здоровый мешки киспин знаю спид кафе сочи спид солома таки атакий соевый шрот мы уже просто закончится и закончится еще позавчора монос виноматка на мишину кормящим был я особо не спешила сегодня думаю уже надо ехать брать договориться то мне там открыли в суботу я забрал в суботу поїхал утром ну не я забрала попросив сирога сирога на своей машине забрал и привез мне короче атака такий соевый шрот сейчас попересыпаю на мешки це просто здорово учи сам не піднимешь нереально педня сейчас я хочу попересыпать весь у бочки мене тут а уже зерночко потихоньку уходи тут скільки бигбегів стояло повних осталось в цьом місті тіка ті два повних бигбегат вони по 800 килограмм 800 850 і тут а ось чуть-чуть осталось а ну це щас буквально може сьогодні завтра подробим і все ай он ще чуть-чуть і все отсюда все обрали і тут а вже бигбегів не буде так же ну получается следующее начнем з гаража выбирать гараж невдобно машину загонять і потом уже начнем вагонів брать зерно та хоть там хоть там короче хватає чим кормить единствено що соевый шрот надо був ну тепер и він есть я думаю трошки хвата тепер півтона а потом ще возьму ну надо брать короче наперед бо я так дотянувся дотянувся шо закінчився і колоти уже тим шо на щелях просто чорну макуку а те буду добавлять соевый шрот тепер опять то таки короче а так дела сейчас сюда все высыплю и хай тут а лежить короче а так погодка у нас як ви бачите шепче отлично с чики-пики с чики-пики и бомбони ладно друзья всем пока